Витамшистких! Всем здравствуйте! Сегодня я хочу приоткрыть завесу тайны и показать вам маленькую часть того, чем мы занимаемся в группе Телеграм, в группе практики и также на курсе А2. Как что-либо сказать в будущем времени? Все мы знаем, что первый вариант с помощью глагола «быть» – за помощь, часовник «быть» в нужной форме «я бэнде», «ты бэнджиш» и так далее. «Бэнде вставать» – «я буду вставать». Но также мы можем сказать «я встану». И видите, здесь нам не нужен уже глагол «быть» ни в какой форме. «Я буду вставать» – «я встану». Чаще, кстати, используется как раз-таки второй вариант в разговорной речи. Что мы здесь видим? У нас здесь есть глаголы «выходить» и «выjść». Итак, будущее время мы можем построить с помощью глагола «быть», но также с помощью несовершенной и совершенной формы глаголов. Часовники недоконаны и часовники доконаны. Не пугайтесь сейчас, пожалуйста, сейчас всё расскажу, объясню очень понятно и доступно. Смотрите, у нас есть группа глаголов «выходить», «выjść», «выходить», «выйти». «Я выхожу» – это глагол несовершенного вида. То есть «я выхожу», но я могу и не выйти, а что-то забыла и возвращаюсь. Незавершённое действие. «Выjść» – «я выйду», то есть «я точно выйду», и это глагол «совершенного вида». Так вот, обратите внимание, глагол «выходить», «я выхожу» – это настоящее время. «Выjść», «я выйду» – это будущее время. «Выхожу» – я сейчас, в настоящем моменте, в настоящем времени. «Я выйду» – когда-то, через какой-то промежуток времени, то есть это будущее время. «Ищь», «пуищь», «идти», «пойти» – я иду в настоящем времени сейчас, я пойду когда-то, через какое-то время, это будущее время. Давайте рассмотрим примеры. «Выходзе» с дому и «иде» до склепу. «Я выхожу из дома» и «иду» в магазин. Два глагола и «все в настоящем времени». В будущем времени, как мы скажем? Да, мы можем сказать с помощью глагола «быть», но можем и без его помощи. И в таком случае мы скажем «выйде» с дому и «пойде» до склепу. «Я выйду из дома и пойду в магазин». Ещё группа глаголов «вставать», «встать», «вставать», «встать», если мы говорим о себе. «Я встаю» в настоящем времени и я встану когда-то там в будущем времени. «Мувич», «поведич», «я говорю сейчас» и «я скажу» когда-то в будущем. Например, «встаю» и «муве», «жехце», ну не знаю, «напшик», «надможе». «Я встаю» и «говорю», что «хочу» на море. Всё в настоящем времени. «Я встану» и «повем», «жехце», «надможе». «Я встану» и «скажу», что «я хочу» на море. Мы можем в будущем времени использовать два варианта. С помощью глагола «быть» «я бэнде вставач» и «бэнде мувич». Я буду вставать и буду говорить. Например, ежедневно я буду вставать и говорить, что хочу на море. Или раз в неделю я буду вставать и говорить. Или же просто я могу сказать, что «я встану» и «скажу», что хочу на море. Завтра или через неделю или когда-то я встану и скажу, что хочу на море. Ещё несколько примеров. «Отповядом же ест файне». Я сейчас отвечаю в настоящее время, что сейчас вот классно. Я отвечаю, что классно. «Я отповем» в будущем времени. «Я отвечу». «Отповім же бэнде файне». «Я отвечу, что будет классно». «Не розумим, что муви научитель». «Я не понимаю, что говорит учитель». Я сейчас в настоящем времени. «Не зрозумим, что бэнде муви научитель». «Я не пойму, что будет говорить учитель». Здесь, кстати, мы также можем использовать второй вариант без глагола «быть» и можем сказать «Не зрозумим, что пови научитель». Давайте по-русски проговорю, чтобы понять разницу. «Я не пойму, что будет говорить учитель» или «Я не пойму, что скажет учитель». «Достая подрэншник до науки польского». «Я достаю», не знаю, из сумки, например, учебник польского языка. «Достанэ» в будущем. «Я достану» учебник польского языка. Видите, очень созвучно с русским языком. «Достаю», «достаю», «я достану». У нас появляется буковка «н». Также и в польском языке происходит «Я достанэ» подрэншник. «Вымышлям, что сделать, чтобы дети были счастливы». «Я придумываю» в настоящем времени, и «я вымышляя», «я буду придумывать», то есть «я придумаю». Можем сказать с помощью глагола «быть», «я буду придумывать» или просто сказать «я придумаю». «Вымышляя», «вымышлям, что сделать», «вымышляя, что сделать». «Она приходит ко мне и напоминает об обещании». Все предложение у нас в настоящем времени приходит и напоминает. Сейчас, в настоящем моменте, в будущем времени мы можем сказать «Она пшиджедо мне» и «пшипомни о обетнице». Она придёт ко мне и напомнит об обещании. Также мы можем сказать «Она будет приходить ко мне и будет напоминать об обещании». Итак, вот несколько примеров, и это только маленькая часть того, чем мы занимаемся в телеграм-группах, в группе с практикой, которая подходит для начальных уровней, и также такая же работа происходит в курсе А2. Поэтому приглашаю всех и каждого. Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! Присоединяйтесь!